А сегодня, дорогие мои, мы поговорим о великой, а точнее большой Армении. Значит, согласно исторической науке, это государственное образование, появившееся во II веке до н.э. и просуществовавшее до V века н.э., то есть порядка около 600 лет. На концепции и на истории Великой Армении держится вся идеология армянства, армянского национализма. И вся историческая концепция основывается именно на период так называемой Великой Армении. Однако, если рассмотреть более обстоятельно, что такое Великая Армения, кто ее создал, где она находилась и реально сколько просуществовало, возникает масса вопросов, на которые, к сожалению, не то что армянская, но даже европейская и российская наука старается не отвечать, обходит стороной. Почему? Потому что концепция государственности Великой Армении в современной истории создавалась усилиями как европейской политики, так в частности и российской политики, а затем европейской науки, российской науки. И уже этот концепт привел к тому, что армянская наука довела эту концепцию до так называемого итога. И уже в течение порядка 70-80 лет на академическом уровне преподает его как внутри страны, а также развивает эту идею далеко за пределами современной Армении на Кавказе. Так, что же есть Великая Армения? Мы будем говорить о том самом периоде, когда, согласно историческим хроникам, Великая Армения, Major Armenia или Great Armenia, по разуму называют. Великая она, потому что территориально была немного больше других образований. Начнем с того, что речь идет о географическом термине. Под Арменией подразумевается определенный горный регион, географический, находящийся в Малой Азии. Понимаете? Не на Кавказе. В Малой Азии. На территории современной Турции, на стыке ее территории с Сирией, немного с Ираком и чуть-чуть с Ираном. Это, значит, устье рек Ефрат-Тигр и окрестности озера Ван. Вот то самое место, которое считается колыбелью географической Армении, где проживала масса различных этносов и народов под общим названием арменийцы. Не армяне, как ошибочно, к сожалению, переводят на русский язык сейчас это слово. А именно арменийцы. Кто такие арменийцы? Это различные народы, проживающие в географической Армении. Все равно, что кто проживает в Европе? Европейцы. Это разные народы, разные вероисповедания, разная этничность. Кто такие кавказцы? Это разные народы, разные вероисповедания, проживающие на Кавказе. Кто такие балканцы? Это опять-таки разные этносы и вероисповедания, проживающие на Балканах, можно бесконечно продолжать, американцы и так далее. Это определенные народы, проживающие в какой-то географии. Никаких посылов на государственность или на моноэтничность обнаружить невозможно в источниках. Однако на базе вот этого искаженного слова армяницы, превращенного в армяне, сейчас подразумевается, что на армянском Нагорье, на территории Великой Армении, сугубо проживали армяне, прямые предки нынешних армян. И правили там армянские цари, этнические армяне. Однако это не так. Великими царями Армении тот же самый Тигран Великий, который в первом веке до нашей эры поднял армянское государство и довел его до пика, как считается, развития, расширил его максимальной территории, он этнически не является армянином. Это парфянин из парфянского рода, его предки парфяне и его потомки парфяне. Эти парфянские династии на огромном ареале Востока создавали государство, в которое отколовшись в частности входила географическая Армения. Буквально в маленький период, в течение каких-то 25-30 с небольшим лет, Тиграну Великому удалось распространить свою власть временно. На какие-то территории Кавказа. Однако всего 30 лет. Но в академической науке, а особенно в армянской науке, это преподается так массировано, что создается впечатление, что этот Тигран Великий и Великая Армения правили как минимум несколько веков. Какие-то 30-25 лет преподносятся как бесконечный длинный период армянской государственности. А ведь общеизвестно, что спустя некоторый период Тигран Великий не смог удержать эти территории. И вообще понятие вот этой армянской государственности опять-таки ослабло и было разделено между соседними империями. А к 4 веку вообще были упразднены любые понятия армянской государственности, которая, еще раз повторяю, находилась не на Кавказе, а в Малой Азии, не имея никакого отношения к Кавказу. В этой передаче мы поговорили об одном из эпизодов государственности, имевших место в географической Армении. В следующей передаче мы коснемся того, что такое Армения как термин и кто такие армяне как этнос. Субтитры создавал DimaTorzok